2021 год запомнился бумом на рынке криптоискусства. Цифровые произведения, закодированные в блокчейне в качестве NFT, продавали за 69 миллионов долларов. А стрит-арт-работу Banksy, Girl with Ice Cream, продали за 1,1 миллион фунтов стерлингов. А винтажное вино стало новым лидером индекса инвестиционной привлекательности, потеснив женские сумочки Hermes и коллекционные виски. Это что теперь, новые альтернативы классическому инвестированию? А заработать на этом как-то можно? Садитесь поудобнее, наливайте чай, сейчас расскажу. Погнали! Привет, дорогие наши подписчики и, как говорят гости YouTube канала РБК Инвестиции. С вами Петр Корнеев, и я хочу вас от всей души поздравить с наступившим новым 2022 годом. Теперь, когда вы достаточно проинвестировали в себя салата оливье и селедочки под шубой, время поискать альтернативу. Альтернативу фондовому и долговому рынку, которая может быть как истинно в вине, а может быть и в NFT-токене на музыкальную композицию, например. Альтернативная инвестиция — это вложение в любой класс активов, за исключением акций, облигаций и денежных средств. У термина «относительно свободная трактовка» он подразумевает как материальные активы, вроде драгоценных металлов, предметов искусства, вина, антиквариата, монет или марок, так и некоторые финансовые, например, сырьевые товары, венчур, кинопроизводство, финансовые деривативы и криптовалюты. У всех таких инвестиций своя доходность и, соответственно, свои риски. Их не всегда просто купить и иногда еще сложнее продать. Но вот можно ли на них заработать? Тут точно нужно мнение экспертов. Любые альтернативные инвестиции, если они разумные, если они перспективные, то нормально. Кто-то фантики собирает, кто-то монеты — тоже альтернативные инвестиции. Кто-то инвестирует в вино. Кстати, оно неплохо растет. Кто-то считает, что самая лучшая инвестиция — это виски. Кто-то в земельные участки — это тоже альтернативные инвестиции. Так что кто-то в картины, кстати, я тоже вкладываю в картины. Ничего этого зазорного не вижу А кто-то считает, что самая лучшая инвестиция Это NFT Это тоже альтернативная инвестиция Возможно, при слове Винные инвестиции вам представляется Как после очередного отпуска в Италии Или Франции вы загружаете чемодан Разрешенными тремя литрами вина на человека Привозите их в Россию И, конечно же, дарите Безвозмездно друзьям и родственникам Достигшим 18-летнего возраста Почему дарите? Ну, потому что продажа между физлицами У нас запрещена законом И в нашем выпуске мы рассматриваем алкогольную продукцию Не иначе, как в рамках инвестиционной стратегии Кстати, небезызвестный вам Воррен Баффет В одном из интервью говорил Что около 1% всего состояния Должно быть вложено в вино Это не о марха я вам говорил А нет, тогда еще биржи не было На инвестициях в вино, правда, можно заработать Но вкладывать нужно минимум на 3, а то и 5 лет И обычно не меньше 1000 евро Правда, тут появилось приложение Где начать можно и со 150 евро Но обо всем по порядку Я думаю, надо внести ясность, о чем вообще идет речь А то звучит, как начало какого-то стендапа Меня слышно, да? Один мой друг регулярно инвестировал в вино Часть своих сбережений и заработал через 5 лет 50% поражения печени Но мы с вами знаем, что здоровье не токен И от твита Илона Маска оно так вот просто не отрастет Поэтому по делу, трезво и без всяких шуточек Отслеживать динамику цен на вино можно с помощью Самого известного индекса на бирже LifeX На этой платформе размещены графики изменения цен на различные винтажи Можно проследить рейтинги лидеров топ-50, топ-100 и топ-1000 В последний, кстати, входит 540 наименований из региона Бордо, 150 из Бургундии, 50 из региона Шампань, 100 из региона Рон и 100 из Италии И еще 60 наименований из всех остальных стран И если посмотреть на динамику по результатам трех кварталов 2021 года, то прирост совокупного индекса составил почти 7% Больше всего прибавили в стоимости подборка вин из Бургундии и региона Шампань в районе 8 и 9% соответственно И это доходность в валюте В сравнении с индексами S&P 500, Dow Jones и Nasdaq все выглядит тоже вполне себе неплохо Дело все в том, что колебания на фондовом и финансовом рынке не имеют прямого влияния на цену уже произведенных вин На колебания цен на вино влияют самые разные факторы От изменения образа жизни до войн и природных катаклизмов Например, во время Второй мировой войны Германия оккупировала Францию и цены на вино поднялись примерно на 600-700% А после окончания войны они опустились на 50% и еще долго оставались высокими Потому что инфраструктура винодельческой промышленности сильно пострадала В 2009-2013 годах вино тоже резко подешевело из-за финансового кризиса, который повлиял на производство Если верить американскому Forbes, то у 25% миллиардеров есть свои коллекции вин Ну что, уже, наверное, чувствуете неудержимое желание к ним присоединиться? Но я вас успокую, обзаводиться погребом не обязательно У обычного человека есть два простых способа проинвестировать в вино Купить долю в специальном паевом фонде или само вино на бирже Но в любом случае физически напитки вы не увидите В основном это интернет-сервисы, которые позволяют покупать вино в инвестиционных целях И хранить его у себя на складе, ну, например, в Лондоне Причем при покупке или продаже меняется лишь собственник А само вино как лежало на складе, так и остается там лежать И это удобно, кстати, по ряду причин Ну, во-первых, пока вино хранится на специализированном таможенном складе Оно находится в статусе инбонд Это значит, что на него не уплачивается пошлина и НДС С таким вином работать выгоднее, так как оно просто-напросто дешевле Во-вторых, на таком складе поддерживается температура, влажность и все условия для правильного хранения В основе инвестирования в вино тот же самый принцип, что и во вложениях в ценные бумаги Инвестор дешево покупает партию вина или отдельные единицы Ждет, когда оно достигнет максимума и продает Правда, анализировать такую инвестицию иногда может быть намного сложнее, чем компанию Есть сервисы, которые позволяют покупать вино поштучно Хотя, правильнее сказать, по одной коробке Обычно это кейсы из 6 или 12 бутылок Например, компания Крю Ты можешь сам решать, что купить и при желании в любой момент продать Причем даже поставить свою цену можешь И все это делается через личный кабинет А есть сервисы, где минимальная сумма входа 10 тысяч долларов А минимальный срок размещения денег от 3 лет И тебе предлагается 3 подборки различных вин по предполагаемому спросу на них в будущем Вот, например, сервис Культ Вайн Инвестмент Что меня удивило, что убрана вся лишняя информация И от момента регистрации до момента перечисления денег тебе задается буквально 3 вопроса На какой срок вы планируете сделать свою инвестицию? Инвестицию, сумма и насколько рисковую подборку вы хотите А теперь я расскажу про винные инвестиционные фонды Где можно вообще не разбираться в вине Просто купить пай, а уже профессионалы вкладывают средства инвестора в вино Которое, по прогнозам фонда, будет приносить прибыль В России пока таких фондов нет, но можно обратиться в иностранные организации Все расходы, связанные с хранением и продажей вина, на себя берет этот фонд Ну, по сути, это такой винный ETF, где минимальные инвестиции составляют в районе 10 тысяч фунтов стерлингов Вот, например, Wine Sours Fund Этот фонд позволяет вам инвестировать в диверсифицированный портфель международных вин и виноградников Средняя годовая доходность у этого фонда составляет в районе 7% Есть The Wine Investment Fund Этот фонд позволяет вам инвестировать именно в вина Бордоу Которые хранятся на таможенных складах и продаются в нужное время Доходность этого фонда составляет также в районе 7% годовых Есть еще один фонд, Вини Селео Вайн Ярд Фонд Этот фонд позволяет вам владеть виноградниками во Франции, Португалии и Италии Через долевое владение То есть несколько сторон разделяют и снижают риск того самого владения Средняя годовая доходность по этому фонду составляет 10% Отдельно стоит отметить еще один вид инвестиций Покупка винных фьючерсов Он, конечно, куда более замороченный Это продажа вин в самом начале выдержки Так называемый анпример Выглядит это так Весной в Бордо, например Ну, просто там этому рынку уже более 300 лет Приезжают эксперты и критики со всего мира И они пробуют молодые вина прошлого урожая И пытаются совсем как, ну, аналитики на фондовом рынке угадать Какой из этих пока странных и специфических напитков Через год, два, а то и три превратится в винный шедевр А какой лучше вылить прямо сейчас Вино хорошего урожая будет год от года прибавлять в цене Поэтому для инвестора это шанс получить от 30 до 100% в первые три года Правда, нужно угадать со специалистом, который посоветует бочку Ну и, конечно же, иметь терпение Кстати, аукционы анпример проходят не только в Бордо Но и по всей Европе и даже в Краснодарском крае Эксперты, вам слово Человеку, который разбирается в вине, вкладывать деньги в вино Я не посоветую, так же, как человеку, не разбирающемуся в каком-либо направлении Вкладывать, соответственно, в него деньги Надо, конечно, понимать, как это работает Потому что вино — это продукт, который очень связан с природой Очень связан с климатом Вот, то есть бывают годы более урожайные, менее урожайные Соответственно, все это напрямую влияет на цену Ну и самое главное — то, что вина разных лет Они, соответственно, по-разному развиваются и стоят разных денег Мне, конечно, больше всего нравится всех способов Это непосредственно покупка вин Их коллекционирование И, соответственно, ожидание того, как они вырастут в цене С течением времени, с выдержкой Другое дело, что не совсем он для России Потому что у нас продажи вина между физическими лицами Они, в общем, невозможны, потому что лицензированный вид деятельности Инвестиции в искусство всегда были популярны у сильных мира сего и у людей с деньгами Впрочем, доступен этот вид вложений был людям с немалым капиталом Но так раньше было А потом пришли новые технологии и подарили, как в советское время По репродукции Монолизы в каждый дом А вернее, в каждый девайс В 2020 году в США подскочил интерес к покупке долей в картинах Раритетных машинах и даже скаковых лошадях Так, основанная в 2019 году компания Aquisand Которая занимается разработкой торговой платформы Для долевого владения классическими автомобилями В 2020 году увеличила число потенциальных инвесторов на 80% Один из сервисов, который позволяет делать это Стартап Masterworks Приложение онлайн-аукцион Где инвесторы могут приобретать небольшие доли В картинах художников мирового уровня Всего за 20 долларов Так вот, стартапу, чтобы удовлетворить возросший спрос Пришлось дополнительно купить 15 картин Сейчас на платформе зарегистрировано 250 тысяч инвесторов Ну, представьте, буквально можно с друзьями скинуться на модельяне Правда, друзей должно быть очень много Да и как определить потом, какой именно мазок на картине твой? Да, сложно все это Но онлайн продолжает менять арт-рынок В том числе и в России Где этот бизнес нашел новую платежеспособную аудиторию Сейчас мировой арт-рынок это около 50 миллиардов долларов по оценке Deloitte А вот Россия занимает там менее 1% Но именно онлайн может многое изменить Однако начинающему коллекционеру важно помнить Произведения искусства это низколиквидный товар Вы не можете вот так вот легко взять и продать их подобно акциям Вдобавок есть и остается вероятность, что картину молодого художника Которую вы купили с прицелом на то, что через десятилетия он прославится И его произведения просто взлетят в цене Может никто вообще никогда не купить Поэтому важно иметь портфель из 10, а то и 20 произведений В этом случае доходы от продажи одной-двух картин А шансы, что вы продадите их в 5 раз дороже, чем покупали Становятся намного выше Покроют затраты на коллекцию И даже, возможно, позволят вам заработать Продавать произведения искусства и другие трофейные активы Стоит не раньше, чем через 5-10 лет после покупки А чтобы картина подорожала значительно Зачастую должен пройти не один десяток лет И, конечно, нужно обращать особое внимание на стиль произведения Например, последние 10 лет больше всего дорожали произведения стилей contemporary art И если поискать советы по инвестициям в предметы искусства То они предельно просты Покупайте то, что нравится вам Ценность картины складывается из ее стоимости и эстетического наслаждения Которое она вам приносит Это так называемые эмоциональные дивиденды Вот, например, в начале лета 2021 года цены на современное искусство взлетели на 400% по сравнению с 2000-ми И этот сегмент стал наиболее динамичным и прибыльным на арт-рынке Цены на послевоенное искусство в тот же период выросли на 178% Но какой бы стиль вы не выбрали, профессионалы советуют начинать с небольших покупок, чтобы понять рынок Ну и, конечно же, нужно познакомиться с выбранными вами художниками Или хотя бы досконально изучить их биографию и работы На данный момент есть три основных формата инвестирования в искусство Есть, например, ярмарки искусства Они проводятся в крупных городах и практически круглый год Придя на такое мероприятие, вы сможете посмотреть на то, что предлагают художники И вживую с ними пообщаться Это идеальный вариант для желающих начать свой путь в сфере инвестиций в искусство Есть аукционы По сути, это те же самые ярмарки, но для крупных игроков При крутейших домах, вроде Сотбис и Кристис, работают онлайн-галереи В которых можно свободно покупать произведения искусства Однако этот вариант больше подходит для продвинутых инвесторов А есть фонды искусства с долевым участием Ну, совершенно не обязательно покупать картину целиком Можно купить долю в произведении Ну, это подобная акция И получить прибыль, равную этой доле при последующей продаже Еще один плюс Фонд обладает экспертизой в своей области И можно не думать об оценке перспектив роста стоимости произведения Основной же минус инвестирования в такие фонды, конечно же, в том Что, купив картину, вы не сможете повесить ее у себя дома Многоуважаемые эксперты, пожалуйста, поясните, кого же мы будем брать Кандинского или Моне? Или Моне? В общем, вам слово Было время, когда было очень модно делать корпоративные коллекции Были создавались фонды Вот, если вы меня сейчас спросите Вот так быстро нам скидку, знаю ли я какой-то фонд Который бы дал огромную прибыль Нет, зато я знаю много безумцев Которые начинали собирать то, что вообще никто не видит Никак, никто не ценит Это вообще очень полезная стратегия Это стратегия того, что называется Да, вот, параллельный ход Ну, возьмите того, что Щукина и Морозова Представьте себе, что их наследники сегодня живы А коллекция не находится в наших музеях Ведь что они покупали? Это два младых человека Вообще без знаний Это надо понять Это дети, которые в первом поколении образованы Потому что это дети купцов Где, как бы, образование было минимальным Но надо было метры ткани считать, надо было Да, и минимально И что они выбирают? Они выбирают французских художников Ну, Париж был модным Безусловно Но они выбирают тех, кого никто не покупает Есть те, кто боится летать А есть те, кто боится не улететь в очередное путешествие Ну, вот я, например, отношусь к этой ненормальной касте Которые проповедуют, что лучший завтрак — это кофе в аэропорту А выходя из дома, возьми загранпаспорт Вдруг будет дешевый билет И ужинать ты решишь уже в Афинах А без открытых виз у меня иногда начинается нездоровая паника и нервоз Доктор, я здоров? Когда в начале пандемии стали закрывать границы и отменять рейсы в большинство стран Я начал интересоваться малой авиации Тут волей-неволей начнешь искать альтернативы Оказывается, имея свою маленькую одномоторную Cessna Можно было улететь, например, в Европу И без всяких там ограничений Так как члены экипажа не являются туристами Но это касается тех, у кого есть PPL Или удостоверение пилота Ну и, естественно, я сразу побежал на ближайший аэродром Для ознакомительного полета Понять, что же это за зверь такой И с чем его едят И каково было мое удивление Когда уже в полете, в небе Я узнал, что самолет 59-го года выпуска 59-го года, Карл! И если бы я об этом узнал на Земле Скорее всего, я бы даже не полетел Но оказывается, самолеты стареют намного медленнее машин А иногда, кажется, даже медленнее людей Там самое главное не возраст, а количество часов налета В авиации есть строгий регламент По обслуживанию и замене узлов и агрегатов Ну, например, топливные и масляные шланги Меняют каждые тысячи часов Стартер обязательно разбирают и тщательно проверяют каждые 500 часов А воздушный винт меняют строго через две тысячи часов налета Одной из наиболее выгодных с финансовой точки зрения причин Вложения средств в самолет является тот факт, что, в отличие от большинства других видов транспорта Самолеты, вертолеты и небольшие джеты могут фактически даже подорожать со временем Ну, это, получается, Toyota тоже самолет, что ли? Ну, вот, например, одномоторную Cessna 172 80-х годов выпуска можно найти в хорошем состоянии С фиксированными шасси в районе 100-120 тысяч долларов Аналогичная модель 2004 года в хорошем состоянии будет стоить уже в районе 200-250 тысяч долларов Самолеты 2000-х годов с новой авионикой Это когда вместо бесконечного количества будильников стоят красивые экраны, на которые сводится вся полетная информация Будут стоить гораздо дороже Я уже молчу, что такой самолет можно купить новым, например, 2021 года выпуска Но стоить он будет несколько миллионов долларов Ну, а если вы, еще не досмотрев это видео, так увлеклись малой авиацией, что уже побежали записываться в какую-то авиашколу То, купив самолет, вы сможете летать в свое удовольствие Потом, через какое-то время, продать его примерно за ту же самую цену А в свободное от ваших полетов время вы можете его сдавать в аренду другим пилотам Либо авиашколе и получать прибыль Особо хочется отметить тот факт, что рынок легкомоторной авиации в меньшей степени подвержен воздействию экономического маятника Что позволяет сохранить стабильность стоимости В то время как бизнес-джеты и их цена неразрывно связаны с состоянием экономики Малая авиация развивается бурными темпами Открываются новые аэроклубы, энтузиасты строят небольшие аэродромы А если сравнивать с США, это, наверное, самая развитая страна по инфраструктуре для малой авиации То потенциал роста у нашей страны колоссальный И, соответственно, спрос на малую авиацию будет только увеличиваться Найти достаточно свежий самолет весьма проблематично А ожидать новое – это как минимум 12 месяцев При этом все чаще мы видим, что стоимость, например, трехлетней машины может ненамного отличаться от ценника новой Есть несколько категорий самолетов, ликвидность которых очень велика В нынешних условиях, как защитный актив, небольшой самолет можно, безусловно, использовать Долететь из точки А в точку Б достаточно быстро, достаточно комфортно Но вот с точки зрения вложения денег в воздушную судно с целью получить доход в будущем По крайней мере в том сегменте, который мы рассматриваем Ну, пока-пока это, мне кажется, не совсем реальным Какие бы экзотические инвестиции вы не выбрали как альтернативу финансовому рынку В любом случае придется изучить этот вопрос и понять механизмы рынка Но согласитесь, в этом есть какая-то романтика Разбираться в самолетах Какой период у известного художника был более продуктивным Или какой год урожая Санжавезе был самым удачным Вообще здорово, когда ваши интересы и увлечения совпадают с вашими заработками Но обычно получается наоборот, работаем на одной нелюбимой работе Чтобы на свои, пускай, не серьезные, но увлечения Спускать почти все деньги и в этот момент чувствовать себя человеком Так пусть у всех будет возможность заниматься любимым делом И получать от этого огромное удовольствие Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях На какое бы свое хобби вы променяли свою нынешнюю профессию Если бы за это хобби хорошо платили Ну, а у меня на этом все До новых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон»